Друзья, всем привет! У нас сегодня замечательное утро в Сакраменто, и у нас сегодня будет три концерта. Сегодня Пасха, и хочу вам сразу сказать, Христос воскрес! У нас будет три служения, три служения вместе с пасхальным симфоническим оркестром. Вот, да, присоединяйтесь. Всем привет! Да, будем сегодня трансляцию вести этого служения. Это первое служение в Сакраменто, пасхальный симфонический концерт. Поспрашиваем людей, что для них Пасха, позадаем вопросы, пообщаемся, посмотрим, что происходит за кулисами нашего хора, как люди готовятся, и также, может быть, пообщаемся с кем-то из наших пасторов, музыкантов. И покажем вам трансляцию, потому что официальной трансляции на официальных страницах не будет, но я постараюсь вам показать, что будет происходить сегодня. Вы прям в режиме реального времени проведете со мной эти два часа и со всеми ребятами, которые здесь, в церкви Дом Хлеба. Так что давайте приступим, давайте пообщаемся. Вот смотрите, у нас есть первые люди. Здравствуйте, Христос воскрес! Вот смотрите, смотрят. Что вы можете сказать по поводу этого праздника? Что для вас Пасха? Пасха для меня это жизнь, это моя, это моя, ну, вся будущность, которая заключается именно в воскресенье. Если Дух Бога, который воскресит Христа из мертвых и нас воскресит в свое время, это я надеюсь, что я буду жить вечно. Аминь, аминь. Все было бы тщетно, если бы не было Пасхи. Аминь, это значит. Будьте благословены. Спасибо, будьте благословены. Вера наша была бы тщетна и вера наша. Так, кто у нас еще подходит? Пожалуйста, позадаем вопросы. Доброе утро! Вы уходите от меня, я к вам иду, Борис. Да. Вот, Борис, если вы сейчас ваше лицо увидят, я думаю, кто хотя бы раз был в церкви Дом Хлеба, они вас узнают. Угу. Что вас мотивирует каждое воскресенье практически или там через воскресенье встречать людей? Ну, это служение, это служение перед Богом. И я как-то так, сколько-то времени назад почувствовал, что я это хотел сделать, ну, и переговорил с руководителями. Ну, и как будто бы у меня получилось это. Вот, и я в этом у меня как-то, ну, вижу в этом необходимость. Каждый человек должен что-то в служении делать. Для Бога дело. Так точно. Как вы сегодня встречаете людей? Я вам немножко мешаю встречать людей. Простите, я буквально 30 секунд. Что вы сегодня им говорите? Чем сегодняшний день отличается от других? Ну, соответственно, сегодня же Пасха, Христос воскрес. Только так и приветствуем. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Вы тогда встречаете людей. Так, о-о-о, какие люди у нас! Какие люди у нас идут! Да, Христос воскрес. У нас прямой эфир на Фейсбуке, Людочка. Людочка, не убегай. Скажи людям пару слов. Что для тебя Пасха значит? Это наше освобождение и спасение. Что ты можешь пожелать людям в этот день? В этот день? Может быть те, которые еще не знают Бога. Во-первых, чтобы они его нашли, встретились с ним и пускай он станет им лучшим другом. Спасибо. Вот так. Смотрите, сейчас я вам покажу, как идет подготовка. Как готовится. Это наши... Так, сейчас я переключу камень. Смотрите, наши замечательные ребята. Ашеры встречаются. Здравствуйте, Николай. Николай, пару слов буквально. Бежите, хорошо. Так, Николай вам скажет позже пару слов. Смотрите, как красиво все. Устроено, ухожено. Сейчас мы кого-нибудь найдем. Кого-нибудь найдем здесь в зале. Так, смотрите, видите, все готово для концерта. Видите, корс собирается, оркестр, они там за сценой репетируют. Там, скорее всего, все наши служители собрались. Вот, Александр у нас есть. Всем привет. Может, у кого какие вопросы есть, пишите в комментариях. Александр. Что это за технология? Александр, ну вот прямой эфир на Фейсбуке. Да. Что-нибудь людям пожелать? А что пожелать? Сегодня уже все получилось. Уже все совершилось. Уже ничего не добавить. У нас могут быть сбои какие-то в программе. Но то, что Христос воскрес, это уже все. Это уже совершилось. А что это решает для вас? Это решает абсолютно все в отношении вечности. В отношении вечности человека. На земле мы еще как-то держимся. Мы еще по-разному можем пройти Бога. От вечности определяется все нашим отношением к Иисусу Христу. Веруем в то, что Он совершил. Принимаем это. Переживаем свободу, прощение. Изменяется поведение человека, взгляд, мировоззрение, отношение к себе, к обществу, к Богу, к совести. Вот. Это, можно сказать, все меняет. Что бы Вы могли пожелать тем людям, которые, возможно, еще не понимают до конца сути Пасхи? Я бы сказал очень искренне, откровенно поговорить с Богом, поговорить один на один. Во-вторых, есть масса исторических документов. Если кто-то сомневается в отношении правдивости этих событий, огромное количество было и свидетелей этого события, а также документов, которые через пророков предсказывали это событие. Все факты сходятся. Если человек искренен и желает разобраться в этих вопросах, здесь не просто слепая вера. Здесь есть научные доказательства того, что происходит. Кстати, академик Билетский, да, если Вы читали его работы, может быть, труды, там есть офис Иосиф Савский, который был очевидцем событий. И он говорит, и Пилат, я не знаю, насколько это достоверно, но академик пишет об этом. Что Пилат сказал, что если что-то произойдет не так, пойдет не так, то он на своих монетах не будет печатать свой портрет. И следующие монеты вышли без его образа. Представляете, у нас академик об этом бежит. Кстати, во время Советского Союза дали такое задание ему исследовать, потому что все же было искоренено. И я вот только вчера прочла, но я вообще была воодушевлена этим фактом. Здорово. Всех с праздником. Спасибо большое, Александр. Не буду Вас отвлекать. Владимир, может, есть у Вас минуточка или десять секунд поздравить людей? Доброе утро. Поздравляем всех с таким прекрасным праздником. Мне очень нравится традиционно такая версия. Христос воскрес. Воистину воскрес. Приразно. Христос воскрес. Христос. Мы это сегодня будем делать. Многие не привыкли. Но я помню, когда в детстве я рос, это был такой день приятный, когда ты выходишь на улицу и каждый поздравляет. Христос воскрес. И сегодня я напоминаю сам себе и вам напоминаю то, что прадцы, Авраам, Давид, они ждали этого момента. Они говорили, пророчествовали. А сегодня мы этот момент празднуем. Мы живем. И сегодня весь мир наполняет христианская церковь. Более миллиарда людей сегодня празднуют этот праздник. Вау. И сегодня я верю. Честно. Вот как никогда, наверное, что небо, оно будет приходить в движение. Потому что Библия говорит, что когда один грешник кается, все небо оно просто прославляет. А сегодня много грешников придут по традиции просто в церковь, как и по обычаю. Но их коснется Дух Святой. Я вас всех поздравляю и призываю использовать это время. Помолиться за каждого человека, который переступит порог Дома Божьего. С благословением. Спасибо. Спасибо, Владимир. Вот видите, как замечательно. Сейчас мы, может быть, кого-нибудь из ребят, музыкантов еще подключим. Сейчас я вам покажу зал. Виктор. Здравствуйте. Да, добрый день. Мы тут в прямом эфире на Facebook. Хорошо. Хотела спросить у вас, вот что, какое сегодня настроение, во-первых? Потрясающее. А почему такое настроение? Мы, что празднуем Пасху. Пазднуем Пасху. Пазднуем. 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 говорим о том, что было сделано и в еврейскую пасху, и в нашу пасху. Что значит пасха для нас? А чем вообще ветхозаветняя пасха отличается от новозаветней пасхи? Немного другой смысл, в принципе, и как. Смысл тот же самый. Освобождение от рабства, как бы так, или точно. Только там египетского, да? Прошел мимо, то есть ангел прошел мимо, ангел-любитель. Значит, кто-то умер, кто-то спас. Пасха, и вот тоже определенный прообраз. Мимо нас, кто-то прошло, а кто-то умер за нас, Иисус. Аминь, аминь. Если одним словом, вот что пасха для вас? Пасха – это радость, это жизнь, это примирение с Богом, это вечная жизнь. Да, вечная жизнь, да? Хорошо. Дядя Боря, вот Борис Осельский, это папа, кстати, Кристины Осельской. Кристина сегодня уже за сцены там готовится, чуть позже к нам тоже к эфиру присоединиться. Что пасха для вас? Это радость. Это радость, одним словом, да? Одним словом, да. Радость спасения. Все, спасибо. Фотограф есть у нас. Фотограф где? Да, там, есть, с Израиля. Может, будет сфотографироваться. А вы Людмиле скажите, вот она как раз просит, чтобы хор сфотографировали после этого. Вот Люда сидит с Графчукой. Я говорю. А вот на втором ряду сидит. Где стойка моя стоит на втором ряду? А я нет. Пойдемте, я вас провожу. Так. Пацаны. Да. Живот, жмот. Вот, собака, я сейчас повернусь. А то бак. Ну, так. Так, все, идем дальше, идем дальше, сейчас посмотрим. Может быть, я сейчас попробую пробраться за сценой и показать вам, что происходит. Здравствуйте, Кристос Воскресенье! Моя лица! Христос Воскресенье! Благословение вам! С фотоаппаратом сегодня! Это первое служение из трех этих праздничных концернов. Христос Воскресенье! Христос Воскресенье! Здравствуйте! Здравствуйте, Леночка! О, какие люди! Вот, Вероника Викторовна, мы тут в прямом эфире. Вот что вы можете пожелать? Христос Воскресенье! А что сказать об этом дне? Мы желаем, чтобы Христос воскрес в вашем сердце, чтобы вы узнали, что такое быть воистину спасенным человеком. Все, спасибо! Тут мой муж сейчас в комментарии мне пишет прямой эфир, подсказки. Спасибо, Идюша, спасибо большое! С малышами смотрят трансляцию. Так, хорошо. Владимир, вы можете вот нам поделиться коротким комментарием? Христос Воскресенье в вашем сердце? И не умирал больше. Да, а когда это произошло? Христос Воскресенье! Вы что, всех поздравляете? Да, Христос Воскресенье! Христос Воскресенье! Это произошло, ну, наверное, тогда, когда Бог возродил меня в новой жизни. Возродил от смерти лет 12 назад. 12 лет? То есть 12 лет вы уже осужденно празднуете Пасху, да? Да, 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 да. Праздновал-то я и раньше, но я не понимал смысла этого. Праздновали там. А что для вас Пасха сейчас? Сейчас еще одно... Ну, это... Мы так каждый день понимаем, что каждый день празднуем... Это на вас на виду? Мы так каждый день празднуем Воскресенье Христа, вечную жизнь в Нем, которую мы отремовали, которую мы получили в Нем. А сегодняшний день это еще одно такое торжественное подтверждение событий, подтверждение того, что уже случилось. Подтверждение больше не нам, а больше тем, которые об этом не знают еще. Да, аминь, аминь, спасибо. Вот это вот главное. Спасибо, боитесь на Воскресенье. Ну и что, мы уже воскресли этот днём. Для жизни вечной, все правильно. Сейчас я постараюсь показать. Здравствуйте, Вячеслав, не убегайте. Вот пару слов скажите, поздравления людям. Все мы рады этому празднику, всегда благословляем. Один тоже еще жителей нашей Церкви. Да, мы благословляем всех, кто будет видеть, и радуемся, что Христос воскрес. Боистину вас тебе спасибо. Так, сейчас я попробую пойти и подглянуть за тем, что будет происходить. За кулисами. Сейчас не знаю, надеюсь, что там можно будет туда зайти, показать вам сейчас. Пройду тихонечко. Вообще, друзья, пишите, что Анжелика, да, мне тоже рада видеть. Спасибо, что подключилась. Анжелика вот только одна в своем тело сакраманте. Здесь тоже была в Церкви Дом Киева. Пишите, что для вас значит Пасха. Какое значение Пасха имеет лично для вас, для вашей жизни. Вот тут, наверное, у нас все, в принципе, и будет происходить. Здесь, вернее, так, я не поняла, где у нас хор, пытаюсь найти. Так, они, наверное, в другом помещении. А, вот, приготовили уже всем угощение за сцены, чтобы никто не проголодался. Так, скорее всего, уже все на сцене, пока я там интервью делала. Хорошо, мы тогда будем идти в зал. Здесь прямую трансляцию. Вообще, что для меня лично значит Пасха? Пасха для меня — это спасение. Пасха — это для меня, в первую очередь, осознание того, что всё не тщетно. Осознание своего предназначения, осознание того, что здесь всё не закончится. Что, как и Христос воскрес, так и мы все воскреснем для жизни вечной. Что смерть побеждена, и что нету больше смерти. Жизнь восторжествовала. Добро сильнее зла. Как-то так. Так, сейчас, секундочку. О, вот уже где хор, смотрите, что у нас будет происходить сейчас. Ой, уже забрался. Оркестр, всё готово. Сейчас начнётся концерт, я вам буду показывать всё, что будет происходить. Лена, поправишь, потому что нельзя поправить. Пашу. Пашу. Смотрите, кто к нам подсел Кристина Она тоже будет сегодня петь какую-то песню Так Смотрите, кто к нам подсел Кристина 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 Аминь Кристина 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok И для вас, наши гости, кто посетили нас первый раз, специально есть небольшой подарок после служения, подойдите к нашему столику или каше кафе, а вы церковь, давайте поприветствуем всех наших гостей. Добро пожаловать в нашу большую семью церковь Дом Хлеба. Специально для вас, перед вами спинки стула, есть коннект карточка, в которой можно ответить или задать любые вопросы, на которые мы стараемся вам ответить. Сразу же в понедельник, вторник мы звоним, это специально сделано для вас. Если вы нас посетили или у вас есть какие-то вопросы, вы желаете с нами пообщаться, пожалуйста, это вид, образ, с которым можете вы пообщаться с нами. Друзья, сейчас мы будем служить Господу нашими финансами, будем поклоняться Ему, приносить наши приношения. Друзья, знаете, Иисус Христос оценил нас с вами сегодня именно таким образом, что пошел на Голгофский крест и отдал себя в жертву. Нет высшей любви, нет высшего и лучшего объяснения, насколько сильно Господь оценил каждого из нас. И сегодня более миллиарда людей празднуют и торжествует то, что Иисус Христос, Он не только умер за нас, но и Он воскрес и дал нам надежду на встречу с Ним. Аминь. И когда мы служим нашими финансами, все, что мы делаем, мы говорим, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас благословил, и мы благословляем Тебя обратно тем, чем Ты наделил каждого из нас. Спасибо вам за ваше служение, в ваших финансовых приношениях. Ашеры можно пройти и собрать те дары, которые приготовил народ Божий. Божьих вам благословений. Приветствую вас в церкви. Еще одно маленькое объявление, пока проходит пожертвование. Мы сегодня никаких дисков не привели с собой, ничего, но хотим сделать вам подарок, кто желает. Пять песен, которых еще мы на диск не записывали, но они у нас есть в компьютере. Мы вам их подарим, если вы нам просто пришлете e-mail или text message. Вот есть слайд на экранах, можете прислать вашу информацию. Мы не прямо сейчас, не во время служения, но потом, позже, может завтра, вам перечнем эти песни, и пусть они служат вам благословения вам. Спасибо. 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 Как приятно, когда самые талантливые люди через всю эту теорию воспевали через музыку, через секции, через искусство, славу нашего Господа Иисуса Христа. Как приятно, когда это может звучать в церкви. Конечно, простые люди воспевали. Кто как мог, одним словом, воспевать, это выражать свои эмоции, свои чувства. В свое время Давид тоже их выражал. И я бы хотел, чтобы сейчас весь зал помог мне прочитать этот удивительный, потрясающий Псалом 136. Я буду читать первую часть, а вы помогайте мне говорить вторую часть каждого текста. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Того, который сотворил небеса, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога Небес, ибо вовек милость Его. Славьте Бога Небес, ибо вовек милость Его. Славьте Бога! Славьте Бога! Славьте Бога! Кто поставил солнце, чтобы править днем? Славьте Бог! Славьте Бог! Кто зажжет на небе мир и явных слез? Славьте Бог! Славьте Бог! Его любовь в веки, Его любовь в веки, О, Его любовь в веки, Слави Бог! Тот чудесной силой небо распросят, Слави Бог, Слави Бог, И в моей нужде Он устремляется, Слави Бог, Слави Бог! Его любовь в веки, Его любовь в веки, Его любовь в веки, О, Его любовь в веки, Слави Бог! Слави Бог 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 Слави Бог